Это наше время на Фридом. Мы говорим о главных новостях воскресенья к этому часу. Здравствуйте. Российские оккупанты сегодня неоднократно обстреливали Херсонскую область. Береслав захватчики атаковали из артиллерии. Ранение получили два местных жителя, сообщили в областной военной администрации. Трое пострадавших в самом областном центре, еще один в поселке Широкая Балка. Эти населенные пункты россияне атаковали дронами. Один человек пострадал в результате атаки россиян на одноробовку Харьковской области. Утром армия РФ нанесла по селу авиаудар, сообщили в областной прокуратуре. Повреждены семь жилых домов, амбулатория, административное здание, а также дом культуры, линии электропередач и газопровод. Российская армия атаковала и Запорожье. Управляемыми авиабомбами. В результате авиаудара пострадали 16 человек. Разрушены многоэтажки и частные дома. Взрывной волной и обломками повреждены складские помещения, а также объекты городской инфраструктуры. Как сообщили в национальной полиции, поисково-спасательные работы завершены. Российский террор не знает пауз, написал в своем телеграм-канале президент Украины после атаки на Запорожье. Также Владимир Зеленский призвал мировую общественность сплотиться и остановить войну, развязанную Россией. Российский удар по Запорожью сегодня. Авиабомбы. Всего только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 шахедов и более 40 ракет. Этот российский террор не знает пауз. Его можно остановить только единством мира. Единством в поддержке Украины и единством давления на Россию за войну. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. К этой теме мы вернемся позже, а пока к другим актуальным событиям дня. Сегодня 83-я годовщина трагедии Бабьего Яра. За время оккупации нацисты убили там около 100 тысяч человек. Почти все еврейское население украинской столицы. Только 29 и 30 сентября 1941 года они расстреляли более 30 тысяч киевлян, детей, женщин и пожилых людей. Как отметил президент Украины, это страшный символ того, что самые ужасные преступления совершаются, когда мир выбирает не замечать, а также быть недостаточно решительными, чтобы дать злоотпор. Владимир Зеленский призвал мир не допустить подобной трагедии в будущем. Мы не можем забывать о тех страшных временах, о фашизме, о нацизме. Мы должны напоминать об этом всем и помнить не только в Украине. Об этом также должны помнить все, кто за пределами нашего государства, что такие страшные времена не должны вернуться снова. Я хочу поблагодарить за эту поддержку, за это упоминание, чествование. И хотел бы поблагодарить также все страны-союзники и еврейский народ за огромный вклад в победу над нацизмом. В годовщину трагедии в Киевском центре национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр появилась выставка о преступлениях нацистов. Открытие посетили министр культуры Украины Николай Точицкий, а также послы Израиля, США и Канады в Украине. На стендах экспозиции фотоматериалы, воспоминания очевидцев, а также исторические сведения о действиях нацистов. Бабий Яр. Бабий Яр стал символом Холокоста в Украине, братской могилой, олицетворяющей не только боль прошлого, но и напоминающую нам о моральной ответственности перед будущим. Цель этой выставки напомнить нам о том, как молчаливое согласие, безразличие или активное участие обычных людей сделали возможным ужасные преступления против человечности. Преступления, с которыми, к сожалению, сталкиваемся и сегодня. За 10 лет войны мы были свидетелями многочисленных зверств россиян в Украине, преступлений, напоминающих миру о невыученных уроках Холокоста. Бабий Яр уже превратился в место единения, так как это наша общая боль, общая память, это наша общая история. Это то место, где украинцы и евреи могут собраться вместе, обсудить исторические события. Это очень важное историческое место как для украинцев, так и для евреев, для Израиля. За минувшие сутки на линии фронта зафиксировали 165 боев. Четверть из них на Покровском направлении, сообщает Генеральный штаб ВСУ. На Лиманском участке Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районе Грековки, Невского, Макеевки, Торского и Белогоровки. На Кураховском армия РФ безуспешно штурмовала 18 раз, возле Георгиевки, Катериновки и Горняка. На Купенском плацдарме шли бои возле Синьковки, Вишневого и Лозовой. Отметку 650 тысяч превысили российские потери в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки армия РФ потеряла еще 1170 человек. Об этом также сообщает Генеральный штаб ВСУ. Кроме этого, украинские военные уничтожили 9 российских танков, 38 боевых бронемашин, 62 артиллерийских орудий, а также по одной системе ПВО и РСЗВО. Также силы обороны Украины сбили 93 беспилотника и поразили 94 единицы автомобильной и специальной техники противника. Стратегический ресурс армии России практически выведен в строе. Это убитые или тяжелораненые, которые не возвращаются как раз в вооруженные силы России. Помним, что на момент вторжения их примерно находилось до 700 тысяч в строевых частях российской армии. Фактически сейчас, мы говорим, весь этот состав уничтожен. И сейчас работают только мобилизационные структуры, которые прошли быструю подготовку, но не имеют большого опыта. Да, их еще много, но каждый день 1300, 1200, 1700 выводим из строя. Это еще большой подрыв. Главнокомандующий ВСУ провел конференцию с участием командующих отдельных родов и группировок войск, а также начальников органов военного управления. Как отметил Александр Сырский, на совещании подвели итоги деятельности в сентябре, а также определили ключевые задачи и приоритеты на следующий месяц. Рассмотрен ряд актуальных вопросов. В частности, мобилизационные аспекты, усиление эффективности управления действиями войск, повышение качества подготовки наших воинов, необходимость оперативного обобщения и учета боевого опыта и наращивания результативности поражения противника. Определены ключевые задачи и приоритеты на следующий месяц. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, в Телеграм. Все свободное время на тренировке. Личный состав Сил обороны Украины продолжает отрабатывать новую тактику штурмовых операций с инструкторами и совершенствует на практике тактическую медицину, а также поддерживает физическую форму. Как проходят тренировки, видела и наша съемочная группа. Шаг за шагом в полном обмундировании бойцы отрабатывают сценарий легенды – заход на позиции противника. Все действия контролируются инструкторами. Военнослужащих готовят к любой ситуации на передовой. Основное – слышать друг друга, несмотря на взрывы снарядов. И быстро принимать решения в окопах. Тут важна тактика, говорят инструкторы. Мы уже не працюем, как когда один біля одного йде, тримаем один за воротник. Это уже трошки від цього відходим. Не завжди це можно. Потому что первый идущий за кута виглядывает, бачит гранату, людьми свойственно бежать, а потом кричать. Або в одночасто и те, и те робить. Сзади идущий, он не понимает, что кое-то, он не видит. У него очи там. Условия современной войны диктуют и новые правила подготовки. Во время тренировки над позициями постоянно летает дрон. И уже по звуку БПЛА бойцы должны различать ударный от разведывательного. А по траектории полета – свой от дрона противника. Пока на одних позициях отрабатывают штурмы, в соседних учат оказывать первую помощь по братиму в случае ранения. Эта задача не из легких, если рядом проходят бои. Одни штурмовики прикрывают, другие лёжа накладывают турникеты раненому по братиму. Да, это всё тяжко. Кровью потом даётся. Как говорят, тяжко в навчании, легко в бою. Как хлопцы, справляются с соседней нормально? Справляются, да. Хлопцы молодцы. Все понимают, для чего это им, что это всё-таки спасает жизнь им и их по братимам. После раненого бойца необходимо эвакуировать. Иногда путь до метывака может быть неблизким и очень опасным. А скажите, не важно? Ну, вообще, вы сейчас так потягнули, не важно. Это же может быть несколько километров, чтобы нужно было... Два-три километра до метывака. Важна не только физическая подготовка бойца. Инструкторы работают и с тем, чтобы морально военнослужащий был готов к боевым действиям. Например, в ночное время сложнее удерживать позиции. Здесь нужна максимальная концентрация и бдительность. Днем вы видите противника. Можете видеть, что вы вокруг вас. А когда полная ночь, в Донецкой ночи они очень темные. И когда идет дождь, гроза, молнии темно, шум, не слышно, кто идет к тебе. Условия тренировки хоть и жесткие, но максимально приближены к реальности, подчеркивают инструкторы. Но именно такая подготовка помогает бойцам в случае прямых столкновений с противником. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала «Фридом». И далее возвращаемся к главной теме дня – российскому обстрелу Запорожья. На рассвете в городе прогремело более десяти взрывов. В очередной раз российские оккупанты направили авиабомбы на жилые районы. Ранены 16 мирных жителей, в том числе двое детей. Разрушены более десятка жилых домов. Последствия российской атаки видели наши корреспонденты. Первые авиабомбы в Запорожье начали разрываться около 5.30 утра. Одна из них разрушила четырехэтажный дом в центре города. Под плитами перекрытий и обломками стен оказалась женщина. Спустя 30 минут после спасателям удалось деблокировать ее из-под завалов. Услышав сирену воздушной тревоги, Наталья Васильевна поспешила укрыться в коридоре. Как сразу же раздался взрыв. Во дворе загорелись припаркованные машины. Женщина выбежала во двор, чтобы помочь соседям, и увидела, как рухнул фасад дома. У Дмитрия Ивановича ранение осколками стекла. Взрывной волной в его квартире выбило все окна и двери. Стены и коммуникации удар выдержали. Пока спасатели разбирали обломки, Дмитрий Иванович с женой находился во дворе. Мужчина говорит, если дом признают аварийным, им придется искать временное жилье. Там в квартире полно стекол и всяких предметов, которые летали. И потолок упал. Окна вылетели все, как вы сами видите. Ничего не осталось. Скорее всего, здесь будем... Я лично буду оставаться здесь. А жена может куда-то поедеть. Атака российской авиации продолжалась около часа. 13 управляемых авиабомб войска противника сбросили на три района Запорожья. 16 человек получили ранения, в том числе 8-летняя девочка и 17-летний подросток. Были повреждены инфраструктурные объекты, многоэтажки и частные дома. В разных районах города разрушено около 10 домов. Многоэтажное здание разрушено с 1 по 4 этаж. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей. Спустя 4 часа спасатели завершили поисково-спасательную операцию. Теперь на месте разрушений работники коммунальных служб помогают людям закрыть стройматериалами поврежденные квартиры и убрать обломки. Валерий Бакус, Олег Притыкин, Борис Яковенко из Запорожья. Для телеканала «Фридом». Детали атаки на Запорожье расскажет спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко на телефонной связи с «Фридом». Здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. Александр, какая есть обновленная информация к этому часу? Что происходит в Запорожье? Какое состояние здоровья пострадавших от атаки Российской Федерации? Ну, в предыдущем сюжете, в принципе, вы основные параметры и цифры назвали. Да, действительно, 16 человек травмировано. Двое находятся в больнице сейчас. И среди травмированных 17-летний юноша и 8-летняя девочка. Много разрушено домов. Ну, полностью, можно сказать, разрушена. Четырехэтажка, многоквартирный дом. Практически нет подъезда. Именно оттуда извлекали женщину, которая находилась под обломками, под руинами. Где-то 15 домов в частном секторе разрушены. Ну, и десятки домов, которые пострадали. То есть вылетели окна, вылетели двери, крыши. Поэтому с первых минут уже на месте были спасатели, национальная полиция, коммунальные службы, которые начали проводить и поисковые работы, и восстановительные работы. Сейчас, в данный момент, продолжаются восстановительные работы. Работает служба водоканала, который был поврежден в том, что водопровод, поэтому его возобновляют, закрывают окна ОСБ-плитами. Ну, и фиксируют, естественно, все разрушения. Городская власть, местная власть. Есть такой механизм материальной поддержки жителей льготных категорий. 15 тысяч они могут получить на восстановление и ремонт своего жилья. Ну, а люди, чье жилье признано непредатным для проживания, они могут получить ежемесячно 10 тысяч гривен на аренду жилья. Ну, вот такая ситуация. Ну, и причем прилеты были в трех районах. На левом берегу Запорожья, это Шульченковский, Коммунарский и Александровский. Также частично пострадал вокзал, главный вокзал Запорожья. Запорожье-1. Временно были отменены рейсы, но сейчас, на данный момент, восстановлено железное полотно. И, в общем-то, поезда все по стандартному расписанию выходят. И приезжают в Запорожье. Александр, спасибо большое за оперативную и обновленную информацию. Александр Коваленко, спикер Запорожской областной военной администрации, был с нами на связи. И он рассказал о последствиях российского удара по Запорожью. В Ростовской области России после атаки дронов вспыхнул лесной пожар. Из-за сильного ветра его не могут потушить, сообщает губернатор региона. По его словам, пожар начался из-за падения беспилотника в Милютинском районе. Огонь уже охватил 20 гектаров леса. Местные власти утверждают, что угрозы распространению огня на населенные пункты нет. Склад боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения РФ был атакован ночью в поселке Котлубань в Волгоградской области. Там хранили часть иранских баллистических ракет и пусковые установки, сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Местные телеграм-каналы писали о сильном пожаре и детонации. Ночью также была атака на военный аэродром «Балтимор» в Ейске Краснодарского края. По данным региональных пабликов, там могли хранить ракеты «Кинжал». В российском Барнауле загорелась мебельная фабрика. Полыхают 6000 квадратных метров. Пламя охватило почти все шесть этажей здания. Как сообщили местные власти, из горящего административного корпуса спасли одного человека. Для тушения огня был привлечен пожарный поезд. Причину возгорания выясняют. По меньшей мере, 242 гражданина России убили военнослужащие, вернувшиеся с войны против Украины, сообщает Верстка. Еще минимум 227 человек получили тяжелые травмы из-за преступлений демобилизированных военных. Напомню, что около 170 тысяч осужденных по всей России были завербованы на войну против Украины. Как правило, это убийцы, насильники и маньяки. Подробнее о так называемой новой элите России в материале Юлии Грановской. Вернувшиеся домой с фронта российские военные совершили как минимум 211 преступлений с человеческими жертвами. В том числе 114 убийств, в результате которых погибли 139 человек. 64 случая нанесения тяжких телесных увечий, жертвами которых стали 64 человека. 20 нарушений ПДД, повлекших смерть 31 человека, подсчитала Верстка. Как правило, преступления совершают уже ранее осужденные россияне, которые были завербованы на войну России против Украины. Многие из них после получения ранения возвращаются не в тюрьмы для отбывания наказания в российские города и деревни. И практически сразу совершают повторные преступления. При этом жертвами, как правило, оказываются женщины. Это растет. Насилие в отношении женщин в России на очень высоком уровне. Тысячи женщин погибают каждый год в результате домашнего насилия. В России нет закона, который бы четко криминализировал домашнее насилие или насилие по половому признаку. Многие из возвращающихся, и это новая тенденция, совершают новые насильственные преступления. Начиная с женщин, девушек, детей, включая сексуальное насилие и убийство. Марьяна Коцарова, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в России, цитирует издание «Голос Америки». Неотвратимость повторных преступлений и самого высокого показателя преступности в России за последние 13 лет более 400 тысяч тяжких или особо тяжких преступлений напрямую связана с подписанным ранее указом Путина об амнистии преступников, воюющих в российской армии. Убивают, насилуют и грабят. Так ведет себя путинская так называемая новая элита. Свыше 120 жителей Кореневского района Курской области подписали коллективное обращение к Путину. По словам местных, в поселке и ближайших населенных пунктах разграбили десятки магазинов и жилых домов. Кражами занималась российская армия. В ПГТ Коренева не было военных ВСУ ни дня. Но все магазины, автозаправки, аптеки, уцелевшие жилые дома вскрыты и разграблены. Да, положением КТО разрешено беспрепятственное проникновение в любые помещения. Но данный режим не дает право участникам совершать преступления, грабить, воровать. Люди лично видели, как мужчины в военной форме вскрывали дома, расстреливали собак, заходили в дома, магазины, аптеки, склады и выносили, вывозили имущество. Говорится в коллективном обращении жителей Кореневского района Курской области, цитирует «Настоящее время». Российские власти на факты мародерства никак не реагируют. Из-за нехватки живой силы Кремль идет не просто на радикальные, а абсолютно чуждые любому здравому смыслу решения. Госдума России приняла два закона. Первый позволит подписывать контракты с Минобороны не только уже осужденным, но и тем, кто находится под следствием. А благодаря второму уголовные дела, подписавших контракт с Минобороны, сначала будут приостановлены, а затем закрыты. Получается, схема теперь такова. Убил, попал под суд, подписал контракт с Минобороны, освобожден от уголовной ответственности. С точки зрения теории уголовного права это катастрофа. Потому что у нас основная задача уголовного права вообще создания каких-либо наказаний – это исправление подсудимого. Когда исправление достичь никоим образом не удается, его просто вместо исправления отправляют на фронт, на котором, мы понимаем, никакого набора процедур для цели исправления не существует. Это все будет только ухудшать вообще ситуацию в России. Если эти люди будут дальше возвращаться, в том числе, например, получая госнаграду, то вообще вся эта уголовная ситуация и количество преступлений, которые эти люди будут совершать, будут только расти. Артем Клыга, юрист в интервью «Настоящему времени». Полностью уголовное преследование прекращается после получения госнаграды, окончания так называемой специальной военной операции или утраты жизни или здоровья. Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским вернулась из США. Там западным партнерам был представлен план победы Украины. Прошли встречи с конгрессменами и сенаторами, с президентом США и кандидатами в президенты. Обо всем этом рассказал Владимир Зеленский в своем обращении. Возвращаемся домой из Соединенных Штатов. Много задач за этот визит реализовали. Благодарю президента Байдена за самый большой за все время пакет поддержки – почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта и ПВО, для наших городов и расширение тренировочной миссии F-16. Я представил план победы, и мы договорились, что уже скоро в Германии в формате Рамштайна обсудим наши шаги вместе с союзниками. Октябрь – время решений. Есть сейчас важное продолжение комплекса сделок безопасности. Теперь декларация J7 Plus по восстановлению. Четкий сигнал, что вместе с союзниками возобновим нормальную жизнь после войны. Более 30 стран уже с Украиной в этом. Будут и двусторонние договоренности. Будем увеличивать количество стран. Спасибо Соединенным Штатам и президенту Байдену за это лидерство. Благодарю Конгресс Соединенных Штатов за неизменную двухпартийную поддержку и желание нам помочь, помочь выиграть. Сенаторы, члены Палаты, представители, все, кто видит, как многое можем сделать вместе. Мы получили полную поддержку стратегии приближения мира. Мира благодаря силе. Как и было важно для Украины, провели встречи с обоими кандидатами в президенты США. Встреча с Камалой Харрис. Все важные акценты прозвучали. Почти часовой разговор. Встреча с Дональдом Трампом. Это вторая наша встреча с 2019 года. И именно сейчас, когда так важно. Благодарю за внимание к деталям нашего плана победы. Благодарю всех, кто помогает останавливать российский террор. И кто понимает, что только силой можно заставить Россию уважать правила и придерживаться базовых документов мира. Жизнь базируется на принципах и законе тогда, когда его нельзя разрушить насилием. Именно поэтому так нужно единство. Единство союзников. Единство мира. Чтобы остановить Россию. Эту войну. И гарантировать настоящий честный мир. Мир, которого Украина хочет больше, чем кто-либо в мире. И который обязательно будет. Слава Украине! На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. И до встречи в 21.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok